Книга «Открытым окон», том 7, тема литературы, вопрос 1949. «Когда мы ныне так много читаем, слушаем, то накладывает это на нас особую ответственность. Что жития об этом сохранили? Может, не знать бы Библии и не отвечать за такие нарушения, о каких говорите?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Многие монахи любили книги и переписывали их много и носили с собой». Колоссянам 4,16. «Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикий, прочитайте и вы». Лука 12,48. «Который и не знал, и сделал достойное наказание, бит будет меньше, и от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут». Евстафий. Память 20 ноября. Евстафий приезжал в Святой Евангелие груди, приложился к нему и положил его на стол, причем один из солдат заметил. «Смотри, как христиане любят свои книги, в которых заключаются все их лохование». Солдаты, взяв Евстафия, повели его вниз, а он, осмотревшись и увидев священные книги, сказал, обращаясь к ним, как к живым, «Обещаемся вам». Толкование того, что происходит, обступает, досаждает и свердит. Ах, непросто, чтобы прямо, а не вроде, от сомнений при прочтении рябить. Кто-то громко, вроде грозно прокричал. Почему он ночью поздно так пошел? Был царем, оратор чудный замолчал. Непокорным почему-то стал опять осел. Почему он так упорен и сердит, и другого доброту не различил? Не различили. Обо всем есть толкование и вердикт. Людь ты, лютый волк напялил агнену царичину. Об апостолах судили, кто хотел, их полоскал. По ночам не спали, жаждали убить. А они ни шагу без святой любви Христа. Толкование, ни заборы городить. Почему царя никто не защитил? Белой армии антанте хлещут в спину. И историки узнали все почти. Рассуждения не по Библии, все мимо. Мимо истины проходят толмачи, интерпретаторы, казачьи, генералы. Божья Библия закрытая, забытая, молчи. Значит, эти болтуны нас обокрали. Стилизуют, марафетят, лакируют. То есть пыль пускают по ветру и в очи. Даже мертвые все лгут напропалую. Значит, демон запрокинулся, хохочет. Из священного писания нам видно, Что за грех, за отступление от Бога, За церковников и стыдно, и обидно. Русь святая, приюродива у Бога. И не светит нам ни стих и ни глава, На развалинах кричат ночные совы. Повторение урока в нас опять начнут вливать. Нерастворенное вино, мехи готовы? 23 сентября 2003 год. Игнатий Лапкин. Субтитры создавал DimaTorzok